Добрый вечер! Вы смотрите Большие Новости на телеканале Несей в студии Ксении Митрофанова. Надо ли отмечать День Святого Валентина в России? Как вы считаете? Может быть, празднуйте тогда, расскажите, как это у вас происходит? А может, наоборот, игнорируете тогда, почему? Мы предлагаем обсудить это в прямом эфире. Вы можете оставлять свои комментарии в социальных сетях на нашей странице, либо пишите в Вайбер и в Ватсап. Также можете дозвониться в прямой эфир и прям высказать всем свое мнение. По номеру телефона 236 95 37. Ну а в конце выпуска мы подведем итог и подарим самому интересному нашему телезрителю, за его отзыв, такое приглашение в театр оперы-балета на спектакль «Пиковая дама». Ну а сейчас кратко обзор сегодняшнего дня. В край выделят дополнительные средства на оказание медицинской помощи. Что еще изменится в системе здравоохранения региона? Мы несем предложение уже по бюджету 2017 года увеличить средства, которые главным образом направим на цели инвестиционного характера. В Красноярске обсудили, как должна выглядеть набережная Несея. Какие проекты и концепции представили архитекторы и дизайнеры. Очень важно, так сказать, с пониманием очень большой ответственности распорядиться этими имеющимися ресурсами. 14 февраля – День всех влюбленных. Нужен ли в России такой праздник или это чуждая нам традиция? «Почему бы не порадовать любимого человека и подарить ему цветы и Валентинку, сделать его жизнь ярче?» Гора Коктабе – знаменитый зеленый базар. Герои проекта «Наши дети» знакомятся с достопримечательностями Алматы. Что впечатлило? Это вареное молоко с сахаром. Это молоко с медом. Очень полезно – это кальций. На развитие медицины в край выделят дополнительные средства. Такое заявление сегодня сделал губернатор края на коллегии Минздрава. Также будут строить больше жилья для врачей в удаленных и сельских районах. Что еще изменится в системе здравоохранения края в ближайшие годы, расскажет Ольга Тишинина. Привлекать молодых врачей в районы, повышать зарплату медицинским работникам и увеличивать финансирование системы обязательного медицинского страхования. В нашем крае это приоритетные задачи на 2017 год. На коллегии Министерства здравоохранения врачи, представители надзорных органов и страховщики подвели итоги года и обсудили, что еще нужно сделать, чтобы медицинская помощь в нашем крае стала эффективней. Смертность падает, а продолжительность жизни растет. Впервые в нашем крае она достигла 70 лет. Такие итоги подводит министр здравоохранения Вадим Янин. 2016-й вообще стал во многом удачным. Наши врачи впервые провели пересадку печени и сердца. Удалось снизить смертность от болезни органов дыхания и спасти больше людей после автокатастроф. Строили новые больницы и поликлиники, но проблем и задач еще много, говорит министр. Нужно повышать качество лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Будут и поддерживать рождаемость. В этом году выделили в два раза больше квот на процедуру ЭКО. Но главное, чтобы человек получал качественную помощь не только в столице края, но и в районах. Что касается приближения специализированной помощи, опять-таки, это уже технологические вещи. Вот как Канн-Скачинск, да. Соответственно, два года назад приняли решение, что технологии, которые есть в Красноярске, это интервенционные методы лечения инфарктов, инсультов, мы можем распространять в регионы. Соответственно, за два года мы сделали программу, закупили надлежащее оборудование, провели необходимые ремонты в Каннске, Вачинске, теперь там такие центры есть. Но самое главное, подготовили специалистов, которые будут там работать. То есть это, ну, назовем так, это экспорт в районы уже пошел. Технология пошла в районы. В планах открыть Центр инвазивной кардиологии в Минусинске и Норильске еще одна задача – больше работать с молчунами, как выразился Вадим Янин. Это те, кто не появляется в своих поликлиниках по несколько лет и не проходит диспансеризацию. Предстоит совершенствовать систему подготовки молодых специалистов и брать больше целевиков, которые после окончания университета гарантированно пойдут работать в медицинские учреждения края. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко говорит, принципиальная задача, чтобы врачи вовремя проводили диагностику, особенно при подозрениях на онкологию. От момента постановки предварительного диагноза подозрения на злокачественное образование до момента подтверждения не должно проходить более двух недель. И это жесткая позиция Росздравнадзора. И сейчас она будет закреплена в нормативных документах Министерства здравоохранения. И далее не более двух недель до момента поступления на специализированную кольку. А губернатор края, который тоже был на коллегии, заявил, нужно направлять больше денег на укрепление материальной базы больниц в регионе. Мы внесем предложение уже по бюджету 2017 года увеличить средства, которые главным образом направим на цели инвестиционного характера и на финансирование определенных технологических расходов, включая и обеспечение медикаментами, препаратами. И в 2018 году я поставлю задачу правительству края предложить увеличение инвестиционных средств на строительство, на ремонты. И примерно ориентиром этого увеличения должен быть сумма в один миллиард. По словам Виктора Толоконского, также в этом году будут строить больше жилья для молодых врачей, прежде всего в отдаленных и сельских территориях. Главная задача – сделать нашу медицину качественной и доступной. Ведь в конечном счете от этого фактора зависит жизнь всего края. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко, Новости. Бумажный проездной билет для льготников скоро уйдет в историю. С 1 июня уже на всей территории региона будет действовать единая система социальных карт. Об этом на заседании правительства рассказал министр транспорта края Сергей Еремин. Чтобы льготники привыкли к нововведению, региональный Минтранс запланировал переходный период. Два летних месяца пассажиры смогут рассчитываться за поездку с помощью и проездных, и социальных карт. А в конце июля бумажные проездные уже станут музейным экспонатом. Представители ведомства прогнозируют, что этот проект позволит повысить эффективность использования бюджетных средств. 33 территории, которые у нас не участвовали в этом проекте до настоящего времени, мы их подключаем к общей данной системе. Это упорядочивает очень серьезную систему расчетов с перевозчиками, позволяет ввести единую электронную базу. Это и современные средства расчета за услугу для льготников в общественном транспорте. На заседании правительства также внесли изменения в государственные программы, чтобы отразить в них выделенные краю средства из федерального бюджета. Более чем на 7 миллиардов рублей за три года вырастут расходы на развитие системы социальной поддержки населения. Дополнительные средства получат муниципальные театры и дома культуры. Почти на 590 миллионов рублей увеличится финансирование программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции. Всего на 2017 год программой предусматривается средств в сумме 6 миллиардов 454 миллиона рублей. Из них 1 миллиард 422 миллиона 600 тысяч рублей. Это средства федерального бюджета. И теперь к праздничной теме. Сегодня во многих странах мира отмечается День Святого Валентина или иначе День Всех Влюбленных. В нашей стране он стал набирать популярность в 90-х годах. Активнее всего его, конечно, отмечает молодежь. Тему продолжит Анна Московских. Сердечки во всех проявлениях. В основном красные и розовые. Неизменный атрибут Дня Святого Валентина. Романтическая мелочь наполняет полки магазинов ежегодно. Очевидно, что День Всех Влюбленных, праздник коммерциализированный. Но с другой стороны, о какой дате нельзя сказать того же. Как будто ни было, 14 февраля для многих – это повод проявить внимание к любимому человеку. Правда, в таком многообразии милых, но не всегда нужных вещиц бывает непросто сориентироваться. И тогда одним из самых простых способов сделать приятное становятся цветы. Кипы роз и хризантем на складах цветочных магазинов ощутимо поредели. Продавцы говорят, что за два дня до праздника начинают сметать буквально всё. Самые популярные – красные и розовые розы. Но порой мужчины отходят от шаблонов, желая поразить сердце возлюбленной необычными сочетаниями. Есть такие, есть и синие розы, и пионы, которые сейчас не сезон, но мы стараемся их привозить. Всё в три раза больше, чем обычно. Ну, более тысячи роз – это точно. Гербер – 500-600 штук. Ну, это за два дня только не так разлетаются. Андрей Семен-Диркин покупает цветы для супруги. Предпочтение любимой знает и выбирает классику – красные розы. Мужчина говорит, что традиций празднования у них нет. В целом, к Дню Святого Валентина он относится спокойно. Праздник приятный, каждой девушке будет приятно. Да и лишний раз докажут, что её любят, что её ценят. Поэтому праздник лишним не будет. День Святого Валентина – праздник неофициальный. К нам он пришёл из-за рубежа в 90-е и многим полюбился. У нас этот праздник у моих близких отмечается. Мне даже с утра все уже поздравляют. И мама, и все, и все. Ну, и я всех тоже. Поэтому люблю этот праздник. Хорошо, что он к нам пришёл. Ну, я обязательно близким людям смс-ку кидаю с тёплыми словами. Вот так и отмечаем. Это католический праздник, но добрая традиция. Почему бы не порадовать любимого человека и подарить ему цветы и Валентинку, и сделать его жизнь ярче. Если миряне в основном благосклонно относятся к 14 февраля, то служители церкви повальное увлечение этим праздником не одобряют. И напоминают, достоверных исторических сведений о благословлявшем влюблённых в Святом Валентине нет. Есть хорошие привычки, а есть привычки, которые раскручиваются коммерческой целью. И мы это все прекрасно понимаем. Валентинки, прочее, прочее, прочее. Это хороший такой бизнес. У нас есть православный праздник, День семьи, любви и верности, когда мы вспоминаем наших православных святых, русских святых, Петра и Февронию. И в этот праздник мы говорим больше не просто о влюблённости, как вот тут вспышки, да, о серьёзном, долговечном чувстве любви. День семьи, любви и верности в России отмечают с 2008 года. Тогда его учредили в том числе и как альтернативу Валентинову дню. А теперь он уже тоже практически всенародно любимый. Кстати, в ЗАГСах не отмечают наплыва желающих сочетаться браком именно в День влюблённых. Молодожёны не верят в силу святого Валентина, но их по-прежнему манит магия цифр. В красивую дату 17 февраля 2017-го. Только в доме семейных торжеств свадьбу сыграют в три десятка пар. Анна Московских, Максим Галат, новости. И мы продолжим обсуждать эту тему в прямом эфире, как относятся ко дню святого Валентина наши телезрители. Сегодня их комментарий изучал Ян Ремешов, он сейчас в студии. Ян, добрый вечер. Ну вот сегодня в редакции шутили все, что тебе досталась роль Купидона. Вопрос не могу такой не задать. Где же соответствующий костюм? Добрый вечер. Ксения, сомнительный комплимент. Ну, во-первых, напомню, у нас дресс-код. Во-вторых, лук и стрелы – это не мое. Приделся ли праздник День святого Валентина? Нужен ли он? Можете рассказать свои интересные истории. Если вы празднуете сегодня День святого Валентина, расскажите интересные истории. Ждем ваших сообщений. Ватсап и Вайбер. Телефон единый 8 933-336-7172. Также у нас есть телефон прямого эфира 236 95 37, код Красноярска 391. Звоните, выскажите свое мнение. Самое оригинальное, самое интересное, самое обстоятельное мнение. Сегодняшнего дня мы вот такой вот подарок приготовили. Это пригласить меня на двоих в театр оперы и балета на Пиковую даму на 18 февраля на субботу. Можно сходить в нулевой ряд, кстати. Ну а теперь к вашим сообщениям, которые мы сегодня собрали. Евгения пишет. Я думаю, что праздник святого Валентина уже прижился в России. И как приятно поздравить друзей, коллег, родных, близких маленьким сюрпризом в виде сердечка. Ангелочка. Мелочь, а приятно. Ну действительно, почему бы лишний раз не сказать друг другу о любви. Дмитрий пишет. Очень серьезно. Я считаю, День влюбленных искусственный праздник. Он скорее для коммерсантов, которые продают подарки. Влюбленные должны любить друг друга и дарить подарки не один день в году, а всегда. Даже как и ветеранов нужно окружать заботой не только 9 мая, а всегда. И инвалидов не только в День инвалида 3 декабря, а всегда. И матерей не только в День матери, а всегда. Вот я в большинстве утверждений здесь соглашусь. Но все-таки, а вот как же это ощущение праздника? А вот что касается коммерсантов. Вот Ксения Митрофанова перед эфиром похвасталась, что сегодня муж подарил ей розы. Сейчас скажу, сколько они стоили. Наши коллеги из интернет-издания сегодня обзвонили в цветочные салоны и выяснили, что сегодня мужчины чаще всего покупали розы в качестве подарка. В основном два вида букетов по 15 штук по 2000 рублей и 3-5 роз стоимостью в полтысячи. Самый дорогой букет, который сегодня обнаружили наши коллеги, был стоимостью 25 тысяч. А что вы подарили, если празднуете? Телефон нашего прямого эфира 236 95 37. Звоните, ждем ваших звонков. Еще ваше сообщение. Два противоположных мнения. Ирина пишет. Мы любим перенимать чужие традиции праздники. Каждый Новый год встречаем по восточному календарю. В феврале отмечаем День влюбленных. Хотя в нашей культуре множество праздников и традиций. Но о них не все знают. Да опять же, это дело каждого. Я лично 14 февраля никак не отмечаю и спокойно отношусь, если это для кого-то праздник. А Екатерина пишет как бы в ответ. Конечно, нужно праздновать. Радовать себя, любимых и своих окружающих, дорогих людей. Если все праздники убрать, можно погрузиться в серые будни. Нужно добавлять праздники, добавлять позитивные. Абсолютно согласен. Кстати, про Новый год. 24 февраля. Индийский праздник Нового года. А мы опять-таки отдыхаем. То есть, если вам хочется еще праздников. Сегодня обсуждаем. Нужен для меня праздник День Святого Валентина. Ватсап и Вайбер. Телефон единый 8 933-336-7172. Телефон прямого эфира 236-95-37. Звоните, ну а я передаю слово Ксении Митрофановой. Как-то неожиданно вы, Ян, рассчитали стоимость подаренного мне букета. Но мы продолжим выпуск после короткой рекламы и анонса. Губернатор Виктор Толоконский поздравил красноярцев, медалистов Универсиады Валматы. Кто получил подарки из рук главы региона? Расскажем далее. Губернатор Виктор Толоконский сегодня поздравил с победой красноярских спортсменов, выступавших за российскую сборную на Универсиаде Валматы. Всего от нашего края на Всемирные студенческие игры поехал 21 атлет. Больше всего отличились биатлонец Сергей Коростылев. На его счету сразу три медали, два золота и одно серебро. У вратаря хоккейного клуба «Сокол» Илья Андрюхова командное золото. И у хоккеисток из команды «Бирюса» Надежды Морозовой, Екатерины Лобовой, Лидии Малявкой и Елены Подкаменной тоже высшая командная награда. Лова Края вручил спортсменам, их тренерам и руководителям спортивных учреждений памятные ценные подарки. А также благодарности губернатора. Я вас поздравляю, вас благодарю. Всегда такие победы, они прославляют страну, прославляют наш большой край. На вашем примере сейчас, я уверен, придет больше мальчишек и девчонок заниматься и хоккеем, и лыжами, и биатлоном. Потому что всегда должны быть кумиры, всегда должны быть образцы спортивного мастерства. Вот вы такой пример им даете. Победы, они, конечно, всегда радостны. Вот, переживал сначала перед первой гонкой, потом, когда завоевал медаль, маленько подрасслабился и выходил на трассу, получал удовольствие. Я даже не мог подумать, что такое грандиозное событие. Вот, как бы, если бы я раньше знал, что это все так проходит, все так здорово, все так масштабно, я бы, конечно, отбирался бы. А раньше я вообще не задумывался о этих универсиадах и, как такового, отбора не проходил на универсиады. И продолжение темы новая серия проекта «Наши дети» о поездке воспитанников детских домов Красноярского края на универсиаду 2017. Сегодня речь пойдет о знакомстве ребят с Алматы. Что можно купить на зеленом базаре и какой вид открывается с горы Коктабе. С подробностями Андрей Старадым. Площадь республики первое место, которое посетили участники проекта «Наши дети» в Алматы. Вот сейчас, как вы можете наблюдать, воспитанники детских домов Красноярского края знакомятся с историей образования независимого государства Казахстана. В результате распада СССР 16 декабря 1991 года Казахстан провозгласил свою независимость. В честь этого события на площади установили стеллу высотой 28 метров, на вершине которой стоит золотой человек. Это образ древнего правителя, а у его ног расположился символ государства – крылатый барс. Воспитанники детских домов Красноярского края, можно сказать, в буквальном смысле прикоснулись к истории. У подножия стеллы находится книга исполнения желаний и отпечаток руки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Считается, если приложить руку к бронзовой ладони и загадать желание, то оно обязательно сбудется. С правой стороны, обратите внимание, здание венчает голубой купол. Это муниципалитет Алмалинского района города Алматы, Акимат. Всего в Алматы 8 муниципальных районов и в каждом большое количество архитектурных памятников и достопримечательностей. На автобусе участники проекта «Наши дети» добрались до особого и вкусного места. Зелёный базар – одно из любимых мест алматинцев. Здесь можно купить разнообразные продукты – мясо, колбасы, сыры, различные молочные продукты. Ну и, конечно же, знаменитые алматинские яблоки, апорт. Зелёный базар на этом месте существует с 1875 года. Гостей Алматы он поражает не только яблоками, но и обширными мясными рядами. Можно здесь купить и национальные продукты из молока. Уваренные сливки без сахара – это уваренное молоко с сахаром. Это молоко с мёдом. Очень полезный – это кальций, насыщенный кальцием продукт. Ремшик сделан из молока. Такой вот кремовый цвет. Попробую на вкус. Ммм, вкус варёной сгущёнки. На прилавках овощи и зелень, готовые салаты и множество народных снадобий, например, сушёные змеи и лягушки. Продавцы каждый на свой лад расхваливают и товар, и базар. Зелёный базар Алматы – самый лучший базар в мире. Такой базар в мире. В никаком городе нет такой базар. Большой. Участники проекта «Наши дети» напитались остро пряными запахами базара, а некоторые попробовали местных деликатесов. Большое, много всего разного. И, допустим, змеи продают в засушенном виде. Ну, лягушек, которые у нас нет. Есть такие товары, которые, допустим, у нас в стране, допустим, не в каждом рынке встретишь. Здесь есть огромные ноги. Я не знаю даже, как это высказать. Есть товары, которые, допустим, я даже не видела. Свято-Вознесенский кафедральный собор Алматы построен из дерева в 1906 году, причём без использования гвоздей. Высота собора 54 метра – это второе по высоте деревянное здание в мире. Ребята из Краснодарского края поприсутствовали на службе, а потом прогулялись по парку имени 28 героев-панфиловцев и отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне воинам. Это историческое место, и на душе как-то гордость за то, что были такие люди, которые внесли свой вклад в историю, чтобы дать это поколению, чтобы другие люди тоже пользовались этим. Побывали ребята и в соколином питомнике Сункар, где гордые соколы и симпатичные грифы с удовольствием позировали. А закончился день на горе Коктобе, откуда открывается хороший вид на вечерний город. С вершины воспитанника детских домов края спустились на недавно построенной канатной дороге. Смотрите вниз. Круто. Я даже когда в Бубровну лугу, еду обратно на эти канатки. Ничего не страшно. Страшно? А что страшного? Красиво же? Очень красиво, но высоко. Завораживающе мне. Аж сердце. На другой день ребята с открытыми сердцами поболели за российских хоккеисток и побывали на торжественной церемонии открытия Всемирной зимней универсиады 2017. Что больше всего поразило наших детей? Об этом в следующей серии проекта. Андрей Стердым, Андрей Крупнов. Новости. При поддержке Красцветмета. А мы продолжаем обсуждать празднование Дня Святого Валентина. Яна Ромешов по-прежнему в студии. Яна, я вот сейчас вспомнила, что когда я училась в школе, у нас даже была специальная коробка под валентинки. И вот все туда могли положить сердечко с фамилией, своей пассией. И потом эти валентинки нам отдавали. Ну и, конечно, мы хвастались, у кого их получалось больше. У девушки все по вам хвастаться. А я вспоминаю, что я учился в школе в те времена, когда про День Святого Валентина вообще никто ничего не знал. А вот на работе лет 10 назад туда приходилось приходить на работу с большим пакетом валентинок. Но все равно, сколько бы валентинок ты ни раздал, найдутся те, кто на тебя обидится, что ты их не вспомнил. А вот наш коллега Сергей Доставалов сегодня сказал, что надо уходить из всех соцсетей. Так сердечки надоели. У меня сегодня нет валентинок, нет сердечек. Но вот вместо них у меня есть пригласитель на оперу «Пиковая дама». Пригласитель достанется тому, кто напишет самое содержательное, самое интересное сообщение на сегодняшнюю тему. Нужен ли нам День Святого Валентина? Празднуете ли вы этот День Святого Валентина? Как празднуете? Может быть, вы у себя в школе или на работе его отмечаете. Номер WhatsApp и Viber 8 933-336-7172. Номер прямого эфира 236-95-37. Код Красноярска 391. И у нас есть вот ваше сообщение. Анна пишет. Праздник День Святого Валентина, конечно, прижился, но уже не пользуется такой популярностью, как это было раньше. За этой ситуацией я наблюдаю, работая в школе. О, кстати, о школе. Если в начале 2000-х дети и даже взрослые были заинтересованы в ажиотаже с Валентиновой почтой, всем нравилось раздавать и дарить валентинки, то теперь иначе. Инициативы для проведения данного праздника со стороны детей не проявляются. Может, это потому, что у нас идет масштабная подготовка к родным праздникам. Готовится чучело-масленица, номера к 23 февраля. В общем, недопризнание в любви в холодном феврале. А как же любовь греет? Конечно, для влюбленных это лишний повод сказать друг другу слова любви. Это прекрасно, но придавать ему значение массовости и значимости все же не стоит. Редактор подсказывает мне, что есть у нас телефонный звонок. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Меня хорошо слышно? Да, хорошо. Я хочу вас поздравить с новым званием, которое вам сегодня присвоили звание Купидона. Спасибо большое. Ну и с Днем Святого Валентина. Спасибо. Вас как зовут? Анна. Анна, а вы как относитесь к Дню Святого Валентина? Ну, как дополнительные возможности вручить и получить приятные подарки. Понятно. То есть, с коммерческой точки зрения, что сегодня получили? Ну, я получила цветы и приятные мелочи. А подарила алкоголь и горячий шоколад в форме сердца, поскольку любовь имеет как бы тоже две стороны. Есть и горечь, есть и сладость. Ну, вот как-то так. Ага. Понятно. А на работе у вас празднуют? Ну, я работаю в школе, поэтому могу сказать, что действительно сейчас в школах нет такого ажиотажа, как он был еще буквально лет 8 назад. Сейчас отдельные классы выставляют коробочки, почтовые ящички под Валентинки, обмениваются. Ранее это было действительно масштабно в рамках всей школы. Это ставили ящик, это подсчитывая Валентинки и победителя, кто самый любимый в школе. Сейчас такого нет. А теперь этого нет, да? Ну, вот сейчас как-то все спокойнее. Спасибо большое. Спасибо вам за ваш звонок. Напомню, телефон прямого эфира 236 95 37, код Красноярска 391. Звоните. У нас, кстати, теологический спор даже возник в сетях. Владимир пишет, с 1969 года День Святого Валентина не входит в литургический календарь католиков, а вот Православная Церковь Валентина почитает в июле и августе. Так что он нам точно не чужой. Сейчас это просто праздник влюбленных вне конфессии религии. Католики, кстати, отмечают сегодня Константина Первого Учителя, то есть Святого Кирилла и Мефодия, простителей славян. Поздравляю всех с праздником любви. А вот Андрей отвечает, притянуто за уши в православном календаре семь святых с именем Валентин, но ни один из них никакого отношения к данному празднику не имеет. И у нас еще один телефон звонок есть, да? Здравствуйте. Алло, да. Здравствуйте. А как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Олеся. Олеся, а у вас как на работе, где-то в школе, может быть, там празднуют? На работе нет, а в школе сегодня сын поздравлял. Одноклассница. Поздравлял. Сколько Валентинок понес? Сколько он туда отнес? Восемь. На вопрос, сколько будешь поздравлять, сказал восемь. Поздравлю всех, кто нравится. И, ну, как бы, я одобрила. Но был один из всего класса, что, как бы, очень для меня странно. А как сами относитесь к Дню Святого Валентина? Прекрасно. Ну, как праздник. Я не знаю, мне очень нравится этот праздник. Я потому что вся такая девочка романтичная. Угу. Спасибо вам большое за ваш звонок. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем обсуждать, нужный ли нам праздник День Святого Валентина. У нас есть подарок за самый оригинальный ответ. Это пригласители на пиковую даму в субботу. Звоните, пишите. Телефоны вы видите на экранах. А сейчас я передаю слово Ксении Митрофановой. Спасибо, Ян. Но у нас не менее интересная тема. Далее. В Красноярске на общественных слушаниях всудили благоустройство левобережной набережной Енисея. В Младежном центре «Пилот» инициативные красноярцы поделились своими идеями с главой города Эдхама Макбулатова. Подробнее об этом расскажем в следующем сюжете. Этим летом преобразится набережная Енисея. Как она обновится, лишат горожане. Одни хотели бы здесь соорудить пляжи с окровыми площадками, другие мечтают увидеть здесь светущие сады. Но всех объединяет одно желание, чтобы это место стало любимым для всех горожан. Как благоустроить набережную Енисея на левом берегу? Общественные обсуждения на эту тему прошли в Молодежном центре «Пилот». Свои пожелания горожане указали и в анкетах. Фантазию присутствующих не ограничивали. Ведь самая невероятная идея, такая как фуникулер, протянутый со стоп городка, могла оказаться дельной. Сегодняшний наш диалог с жителями является заключительным, по итогам которого мы должны сформировать техническое задание на разработку концепции и проектно-смертной документации об устройстве нашей центральной набережной. Федеральный центр окажет помощь в благоустройстве общественных пространств в регионах. В этом году и Красноярск получит необходимые средства по программе, которую поддерживает президент страны. Очень важно, так сказать, с пониманием очень большой ответственности распорядиться этими имеющимися ресурсами. И распорядиться так, чтобы к компромиссному честь мнения большинства красноярцев. Обновленную набережную горожане представляют по-разному. Поклонники спорта хотели бы здесь зимой кататься на лыжах и коньках, а летом отдыхать на пляжах. Звучали предложения подогревать воду в Енисее, чтобы она была комфортной для купания. Набережную в районах Мантового моста, театральной площади и Центрального парка планируют сделать доступнее для маломобильных граждан. А на Енисеи горожане хотели бы видеть и речные трамвайчики. Лично мое предложение было это тактильные фонтаны, которые еще известны нашей стране со времен Петергофа. Фонтаны можно потрогать, это привлекает безумное количество детей, это с новой эмоцией, какие-то новые звуки, и это оживление пространства в любом случае. Мне хотелось бы, чтобы туда включались и непрофессиональные люди. То есть какой-то объект, который изначально спланирован так, что принять участие в его создании может любой человек, который прогуливается путем, не знаю, вбивания гвоздя, покраски камушка. Набережную Енисея начнут обновлять уже в этом году. Затумки горожан планируют воплотить к осени. Поля Шарыпова, Алексей Гусев, новости. В Красноярске открылся Сибирский фестиваль керлинга. Кто и как может принять в нем участие, расскажем далее. В Красноярске открылся Сибирский фестиваль керлинга. Торжественная церемония прошла на острове отдыха у центрального катка. Для гостей выступили творческие коллективы, а после все желающие смогли попробовать свои силы в шахматах на льду. В рамках фестиваля пройдет и чемпионат Сибирского федерального округа. На него съехались 12 команд из Иркутской, Омской, Новосибирской областей, Республик Бурятия, Хакасии и Красноярского края. Также в течение пяти дней состоятся мероприятия как для профессионалов, так и для любителей керлинга. А еще для тех, кто только мечтает ему научиться. Планируется установить рекорд города по количеству участников и ледовых площадок. Они организованы во всех районах Красноярска. Команда четыре человека, но можно прийти просто с друзьями, можно прийти одному, попробовать. Вам все расскажут, все покажут. Вы попробуете себя в этом виде спорта. Дорогие жители города, не сидите дома, приходите. Замечательные солнечные дни до воскресенья. Главная площадка у нас на острый отдых, на острове Татышево. Приходите на эти площадки, приходите по месту жительства. Я надеюсь, вам понравится этот вид спорта. Сейчас я вновь передаю слово Яну Эрмишову. Сегодня он в роли новостейного Купидона. Его даже поздравили телезрители в прямом эфире с этим званием. Еще раз про новостейного Купидона. Я завтра приду с луком и стрелами. Напомню, что вы можете звонить, высказывать свое мнение. Нужен ли нам праздник День Святого Валентина? Как вы к нему относитесь, празднуете или как празднуете наш телефон? 236-95-37 – это телефон нашего эфира. Можете также в WhatsApp, Viber сбрасывать свои сообщения 8-933-336-7172. И вот за самый оригинальный, самый обстоятельный ответ у нас есть подарок. Вот такой пригласитель на двоих, на оперу «Пиковая дама» в нулевой ряд на 18 февраля на субботу. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Максим. Я служу, поздравляю с праздником вашего телеканала, ваш телеканал. Спасибо большое. А вы сами-то отмечаете? Как к нему относитесь, празднику к этому? Я отношусь к этому празднику хорошо и сам отмечаю. Как бы, да, такой праздник нужен. Вот в первый раз в год можно и поздравить. Любимого человека, вторую половинку. А вторая половинка есть? Ну, пока места нет. Я, например, завтра на работу поздравлю самую любимую, красивую медсестру. Ага. Хорошо. Прекрасно. Спасибо вам большое за ваш звонок. Кстати, между прочим, День Святого Валентина – это еще хороший повод найти кого-нибудь себе во вторую половинку. Пользуйтесь. Так, прочитаем ваше сообщение. Дмитрий пишет. Кстати, человечеству очень повезло с именем святого. Вполне отрисковали дарить друг другу пантелеимонки, вениаминки и бартоломики. Ну, я думаю, привыкли бы. У тебя есть вениаминка или какая-нибудь там януаринка? Анна. Праздник чужой, я не отмечу. Остальное дело вкуса каждого. Владимир пишет. Всем хорош, только кому не нравится любовь, если она чужая. Они не понимают, что любовь общая, как птицы и воздух. Я с вами абсолютно согласен. Кстати, по поводу любви, вот, наверное, одно из самых романтичных таких признаний, это было признание футболистов Красноярского футбольного Енисея своим женам в любви. Дело в том, что они опубликовали в соцсетях фотографии из семейных архивов, где они с женами, с детьми, с семьями. Посмотрите, вот, кстати, сейчас они на экране. Посмотрите, как это красиво, как это романтично. А еще надо учесть, что сейчас футболисты Енисея находятся далеко за рубежом. И в суровом мужском коллективе проходят сборы и готовятся к предстоящему второй половине чемпионата. Так что, вот видите, как романтично. В общем, помнят, любят. Еще комментарии совсем очень короткие. Наталья Петровна пишет. Пусть о любви друг другу люди говорят, это не станет лишним. Согласен. Юлия пишет. В этот день люди думают и говорят о любви больше, чем в другие дни. Чем же он плох? Карина. Чем больше любви, тем больше мира. Давайте любить друг друга. Максим, День Святого Валентина необходимо отмечать. Как приятно поздравлять свою вторую половинку с таким теплым и нежным праздником. Всем любви. Ну и еще одно сообщение, которое не могу не прочитать. Мари пишет. Не считаю этот день праздником. Если и праздник, то католический. Если люди любят, то это каждодневный труд. А не раз в год. Вот в чем причина. Оказывается, любовь-то не праздник, это труд. Помните, да? Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. Кстати, Шекспир от Телла. Ну вот, такое отношение. Ну, в принципе, как бы все достаточно позитивно, либо так достаточно ровно относятся к этому празднику. Мы сегодня это выяснили из ваших сообщений и ваших телефонных звонков. Ну а вот у нас билет пригласительный на оперу «Пиковая дама на двоих». Мы так вот подумали, редакции достается Анне, которая написала нам достаточно такой обстоятельный ответ о том, что вот про школу, про то, что сейчас они там не празднуют, конечно, 23 февраля готовятся и на масленицу чуть-чуть чучело делают. Но я думаю, что вы найдете время и, по крайней мере, в субботу сходите на «Пиковую даму» и проведете там прекрасное время. Напомню, телефоны нашего прямого эфира 236-95-37. Также можете писать в WhatsApp и Viber, единый номер 933-336-7172. Можете также пользоваться нашими группами в социальных сетях. И запомните эти цифры, запомните эти координаты, потому что завтра они вам понадобятся. Завтра мы будем обсуждать уже другую тему. Всего доброго, до встречи. А я передаю слово Ксении Митрофановой. Спасибо, Ян. Ну что ж, Анну поздравляем. Проведет приятный субботний вечер в Театре оперебалета на «Пиковой даме». Кстати, к празднованию дня всех влюбленных присоединились и животные. В парке Роев Ручей прошли романтические обеды у семейных пар. Шимпанзе Тихон порадовал свою подругу Анфису необычными конфетами с орехами. А вот белый медведь Феликс для своей второй половинки приготовил ледяной торт из ягод и рыбы. Все показательные кормления сопровождались рассказами о том, как пара была образована, об их взаимоотношениях и любви. Также в зоопарке запустили фотопроект «Любовь эта». В течение недели в соцсетях будут публиковать фото влюбленных животных. А их, как оказалось, немало. Обезьянки Саймири получили бегучие конфетки в виде мадагаскарских тараканов. Но тоже они очень их любят. Я думаю, с удовольствием полакомились на этот замечательный праздник. Кроме того, у нас есть альпаки Ромео и Джульетта. Вот у них такие символичные имена. Мы, конечно, тоже не обошли их вниманием. И они получили у нас сердечко, замороженная морковка, которую они с удовольствием сживали. И мы надеемся, что этот праздник они запомнят надолго. В Красноярском театре юного зрителя завершилась реконструкция главного зала. Весь процесс, это примерно 96 часов, был снят на камеру. А после материал был смонтирован в минутный ролик. В Тюзе заменили кресло, отремонтировали напольное покрытие, расширили ступень амфитеатра и установили новые кресла. Из-за ремонта в театре изменилась сетка зала. Напомню, работы начались еще в прошлом году. На эти цели с бюджета были выделены 12 миллионов рублей. Тяжелый ли труд писатель? Об этом далее в выпуске рассуждает поэт из Лесосибирска Василий Бурягин в нашем проекте «Сибирская мудрость». Сибирская мудрость был в нашем объединении один такой товарищ, он всегда частенько, вернее, говорил, что вот я вам сейчас прочту новое стихотворение, я вот только что его написал на капоте машины. Но я не верю в такие чудеса, потому что стихотворение дорабатывается иногда очень долго. И когда не можешь найти вот точное слово, создать точный образ, тебя это мучает, и ночами не спишь, подскакиваешь, меняешь строчку, потом еще строчку, потом полностью кадром меняешь. Это труд очень тяжелый, и от него нельзя, что до пяти часов поработал и все, и бросил. От него отвязаться нельзя, он постоянно крутится, и иногда уже книгу иногда издашь, и вдруг тебе приходит озарение, что вот здесь вот надо вот так вот изменить, и тогда все точно, что вот оно рядом все было. Как и раньше, я этого не замечал. Поставил, все на свои места встало сразу, и по-другому совсем звучит стихотворение. Поэтому это труд. Однозначно. На этом наш выпуск завершен. Я еще раз поздравляю победителя Анну, которая писала комментарии про школы. И вы можете забрать свой пригласительный билет завтра на острове Отдыха 10, дробь 1. Здесь находится телекомпания Несей. Мы вас встретим и вручим ваш пригласительный билет. Ну а номер телефона новостей 236-01-36, адрес в интернете 3W и Несей ТВ. Несей.